Добрый вечер, друзья! Приветствую вас в программе «Влияние». Влияние без границ, без территорий, без стран. Мы по всему миру, друзья, мы приходим в ваш дом с благой вестью, что Господь, Он на престоле, и Он наблюдает за каждой ситуацией нашей жизни, благословляет наши пути, благословляет ваши пути, созидает нас и устрояет нас. И я больше, чем уверен, вы вместе со мной восклицаете «Аминь». Это правда, так и есть. И слава Господу за это время, что мы можем приходить в ваш дом и быть благословением в очередной раз сегодня в программе «Влияние». Юрий, приветствую тебя! Приветствую! Мы имели потрясающее время, были с официальным визитом, были приглашены старшим пастырем в Корею, Южную, имели благословеннейшее время. И я уверен, что осталось масса впечатлений, как и у меня, так и у тебя, и у всей нашей команды, которая была вместе с нами. Приветствую тебя в программе «Влияние». Как дела, во-первых? Дела, во-первых, хорошо. Приветствую всех вас, дорогие наши. Спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы наши. А вы наши, а мы ваши. Мы как одна семья. И в этом уже наступившем Новом году масса впечатлений, также много целей поставлены Богом перед нами. И тем более, когда получаешь большой объем того, чего мы получили в таких странах, как в Корее, в частности, в Южной Корее, хочется для Господа делать еще больше, в отношении углублять еще глубже. Ну и служить народу. Это то призвание, ради чего мы и поставлены здесь. Служить народу, служить нашим зрителям. И зона географии расширяется на столько импакта. Ты прекрасно знаешь, что нас любят в Корее. Любят. Очень любят в Корее. Нас прекрасно принимают в Корее, принимали. И когда пастыря в мега-церквей, имея 120 тысяч членов и больше, когда они из кафедры молятся за импакт, молятся за зрителей, благословляют это служение, ну это воодушевляет. Что про то? Благословляет. И вот когда я молитву пастыря слышал, молитву пастыря, которую нам переводили в наушники, когда он просто благословлял, молился за зрителей, молился за всех тех, которые поддерживают это служение, то есть чувствуется, что в этих словах есть вес. Чувствовалось, что Бог принимает такие молитвы. Поэтому в целом прекрасно, в целом хорошо. Но будет еще лучше. Будет еще лучше. Друзья, эта программа специальная, мы хотим поделиться нашими впечатлениями. Не просто, какова эта страна, как она расцвела, благодаря тому, что народ обратился к Господу, взыскал лица. В общем, мы поговорим. Мы впечатлены вот всем, всей этой картиной, общей картиной, состоянием страны в целом. На какой Господь уровень поднял. Мы поговорим, благодаря чему и благодаря кому Господь поднимал эту страну и каким образом вел. Мы поговорим. Друзья, если ваши родственники не около «Импакта», не около телевизора, не около компьютера, пригласите их. Я уверен, что вы будете благословлены этой программой. Мы покажем несколько сюжетов, которые мы записали в Корее, в Южной. Несколько моментов, где нас возили, где нам представляли страну. Вот эту церковь большую покажем. Этих благословенных служителей, диаконов, пресвитеров, как они их называют, так выделяют особо. Почему они их так выделяют, мы об этом тоже поговорим. Диакон, пресвитер, пастырь. Это такая разница существует небольшая. Это так здорово, Юрий. Я был впечатлен тому, что Господь делает через простых служителей Божьих, которые посвятили свою жизнь полностью для Господа. И удивительно, что Господь может так просто человека взять одного, преобразить его мышление, разум, вложить в него свои законы, понимание, свои откровения, свою волю и двигать пастора так, что мы сегодня приезжаем и удивляемся масштабами этой огромнейшей церкви, которую Господь насадил через пастора Пилдю. Пилдю или Пилдю, как там правильно произнести. Вот. И, Юрий, окей, что тебя особо впечатлило в этой поездке, пожалуйста? Во-первых, встреча. Во-первых, прием прямо с трапа самолета, когда нас принимали. А наши отношения с братьями-корейцами и сестрами, они углубляются. Несколько лет мы имеем отношения с пастором Пилдю. И что впечатляет меня, то, что, друзья, вы встречали этого пасторя, прямо со мной несколько раз на программе «Влияние». Он был здесь. Да. И впечатляет его простота. Во-первых, вот вы помните, если вы не видели наших программ «Влияние», переводчик был Дэниел Пастер также с нами, владеющий русским языком. И, кстати, мы приветствуем. Сейчас они смотрят в Корее. Да. Да, они смотрят. Мы приветствуем пастор Дэниел и всю твою команду, всех служителей. Они с удовольствием. Многие из вас, я верю, что пастор переведет тем, которые смотрят сейчас, не понимают русский язык, но, тем не менее, после нашей поездки диаконы, служители, они говорят с интересом, будем хотя бы несколько слов изучать. Поэтому впечатляет простота пасторя, за плечами которого пройден 40-летний путь служителя. 40 лет он в служении. 40 лет он основал церковь назад. Начинал ее с двух человек, которых он обратил в буддизм. То есть из буддизма, прошу прощения, из буддизма, я хотел сказать, в христианство. Бывшие буддисты. И вот он обратил их ко Христу, начал с ними работать, а эти бывшие буддисты были его соучениками в школе, в учебном заведении, там, где он учился. И пошло, процесс пошел. И потом это начало увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться. Из его класса, из класса, в котором он учился, не пришло к Господу всего несколько человек. Из того класса. Класс насчитывает до 30 человек. 30-40, в зависимости от размера класса. Так это несколько человек буквально остались вне. Все остальные пришли к Богу. Это была первая его команда. И с тех пор Бог начал его обильно благословлять. Так вот, на сегодняшний день, насчитывая церковь 120 тысяч членов, он остается таким же простым пастырем, имея колоссальный авторитет, огромный авторитет, и вместе с тем down the earth, как мы говорим. Он очень простой, общительный, он любит слушать. Алекс, по секрету можно в прямом эфире? Пожалуйста. По секрету в прямом эфире на весь мир. Я был неприятно. Неприятно я был растроган, когда мне сказали, что одно из его посещений в Америку сопровождалось тем, что одному из пастырей церквей показалось, что пастырь чуть-чуть затянул. Ну, там ему дали 30 минут, а пастырь 32 или чуть-чуть, ну, больше затянул. И этот наш брат по ревности своей, не знаю, по ком ревность, вышел за кафедру и начал забирать у него микрофон. То есть, ну, мне, я как услышал, мне так неприятно. И, кстати, это говорили даже не они, братья корейцы нам, это говорили местные. Местные, да. А я говорю, ну, если бы этот пастырь знал, какая величина, какая величина, какой объем и багаж духовных знаний, ничего, что он говорит, очень просто, очень спокойно. Вот мы бывали на богослужениях, там большого шума нет. Нет шума, да. Мы славяне, мы эмоциональны, мы хотим шаг влево, шаг вправо, там руки поднимать, шуметь за кафедрой. Вот. Он говорит взвешенно, он преподает слово, и тем не менее, оно настолько авторитетно, если бы это были человеческие трюки или эмоции, извини меня, на эмоциях ты можешь собрать определенное количество людей, но... До определенного времени. До определенного времени. Да, определенного времени. А это работает. Да. Но не 120 тысяч членов, из которых 60 тысяч активных. Активные члены церкви. А остальные, ну, просто прихожане. Поэтому, отвечая на твой вопрос, впечатляет простота, впечатляет, как нас встретили с цветами, с плакатами. Вот. Ну, это, говорят, это корейцы. Когда делишься с некоторыми друзьями, со служителями, которые звонят мне по сегодняшний вечер, говорят, как поездка, как поездка. Некоторые собираются ехать туда, говорят, как поездка, вот мы тоже собираемся. Я говорю, ну, я хотел вначале говорить, ну, это же корейцы. Ну, хорошая, ну, хороший какой, хороший прям, ну, это же корейцы. Но здесь присутствует элемент чего-то другого. Здесь, я верю, что христианство стоит выше насчет, над культурным наследием. Однозначно. Выше над культурным. Однозначно. Там срабатывает эффект рожденного свыше христианина. Служить тебе. Вот служить вплоть до того, что вот так вот готов тебе это поклониться или там наклонить голову. Поэтому эффект. Ну, Алекс, нас встретили в аэропорту. Пятеро из нас было там в поездке. И когда нас удивили тем, что мы едем в церковь, это было 10 часов вечера. 10 часов вечера. 10 часов вечера. 5-10 часов вечера. Совершенно верно. Удивил, почему церковь, мы устали. Часов 16, наверное, полета. Или 17 с пересадкой. И уставше. Думаем, сейчас мы отобьемся на нашлих. и отдохнем. А нам братья говорят, нет, едем в церковь. Нет. Мы приезжаем в эту церковь, но это огромный храм. Это не церковь. В понимании нашего слова церковь четыре стены, вот, ну и небольшая церквушка. Я думаю, мы можем увидеть на экране. Мы можем увидеть. А оно я попрошу, если наши операторы выведут. И когда мы с тобой вошли в главный зал, поразило то, что зал, многотысячный зал, насчитывающий пять или шесть тысяч. Шесть тысяч. Шесть тысяч. Вот, друзья, вы видите его на экране. Вы видите. И полный зал народа. Забитый зал народа. Десять часов вечера. Десять часов вечера. Молитвенное собрание. Молитвенное собрание. Да. Сидят с карандашами. вот, даже не надо много рассказать. вот это собрание. Вот это как раз это собрание, в которое мы попали сразу же, в пятницу. Да, потрясающе. И пастырь преподает слово, говорит спокойно, говорит из слова, читает, и они записывают, конспектируют. То есть, мы были впечатлены. Очень. В прямом смысле этого слова. Юрий, знаешь, что меня удивило и впечатлило, очень впечатлило, что пастырь, когда приглашал, и вот этот весь прием, который они оказали, вот это устройство, вот это необычный прием. Скажем так, давай прямо скажем, был необычный прием. они принимают гостей. Они принимают гостей и много принимают гостей. Но для импакта был это особый, особый прием. Оно выражалось в хороших гостиницах, в угощении, там они рестораны там выставляли особые там. То есть, они сделали это от души. Знаешь, мотив пастыра был, это потом нам говорил дьяконы. Мотив пастыра был, чтобы такой прием устроить для телеканала «Импакт». Он говорит, Юрий и Александр, мы почитаем служение «Импакта». Я знаю, какой труд вы несете. Поэтому я это делаю, видя, что вы делаете, какое глобальное служение вы несете. Вот в знак моего почтения и уважения того, что вы делаете для Господа, я сделал для вас особый прием. И нам многие пастыры свидетельствовали, которые были в Украине, что не всем они устраивают такой прием. Мы это были как в смирении, как-то недостойно себя чувствовали. Вот так особое отношение было к нам. И мы просто... Знаешь, я что-то понял? Если пастырь так произнес, ну, именно таким образом сказал, что это было особое почтение в знак уважения и почтения вашего служения и вашей посвященности, преданности служению, то, что вы делаете, он здесь находился, он видел наши масштабы, он видел, может быть, не такую там уж навороченную, не свое здание, знаешь, у них там куда ни глянешь свои здания. Там комплексы целые. Там целые комплексы, гостиница 15-этажная, там четыре этажа, первые, это разные церкви, русская церковь отделение свое имеет, в которые моряки приплывают, свое отделение имеют вьетнамцы, по-моему, потом японцы, монголы, у каждого есть свой зал. Я просто удивлялся вот этим масштабом, как церковь вообще видит служение Господу, служит всем народам. Оно им нужно, русские моряки, которые приходят с моря ремонтировать свои корабли, им нужно вот это все заниматься ими. Они берут под свою ответственность, под свою ответственность берут, привозят их с этих с берега, привозят церковь, кормят, проповедуют им. Ты там служил, потрясающе, было просто удивительно. И думаешь, вот эти масштабы, масштабы, что делает церковь. И мы возвращаемся к тому, что вот эти масштабы он видел, где мы находимся, какое у нас здание, что они имеют. И он, видать, видит, что мы здесь не шикуем, и что наши братья, славяне, не совсем понимают служение телеканала, не совсем понимают, что у них не открыты глаза, что это такой мощный инструмент. Он, когда посмотрел, что мы делаем, он был, они сами, мы же заходили в здание, там, где у них они взяли аппаратуру, видеоаппаратуру, 4,5 миллиона долларов вложили в аппаратуру, в видеоаппаратуру. Ты отметь, что после того это случилось, после того, как они начали вещаться на телеканале, они вещаются на единственном телеканале импакта. То есть на других каналах они отказывали, их просили, они отказывали, конкретно нам говорили, и они запустились недели, две, три назад на ютюбе также. На ютюбе. 4,5 миллиона долларов вложили, настолько они посвятили себя, что они вложили огромные деньги для того, чтобы показать и демонстрировать. И мало того, что картинка, мало того, чтобы все было красиво, топ-оп-дэ-лайн, мало того, чтобы подтянуться на HD уровень, они демонстрируют это тем, казалось бы, к чему такая трата. Это мы так можем думать. Мы лучше Мерседес себе купим или новую Тойоту, это мы не говорим, к чему такая трата. Что касается дела Божьего, к сожалению, зачастую мы говорим, на дело Божье, ну там подешевле надо. У них другой подход, у них другие критерии. Точно так, точно так, если нам операторы покажут, 50 миллионов обошлось строительство основного храма. 50 миллионов долларов. Алекс, поразило меня даже не это. Поразило меня Впечатлило лучше. Да, ну впечатлило. Слово лучше. Впечатлило даже не то. Откуда же деньги? Откуда деньги? Потому что мы знаем, что такое, это не тот, это, кстати, не тот пустой зал, это не та тема, нет, не та тема. Вот, ну сейчас поставят, поставят другого. Впечатлило меня, что на поставленный мной вопрос, да, вот сейчас вы видите, это прямо из здания храма, прямо из церкви, вот эти кадры показаны. А вот слева вы видите красивое, вот только что было показано, это учебный центр. Да, вот это сам храм. Сам храм. Видите, как он построен? Он сделан в виде корабля, нос корабля, да? Да. Он сделанный, это мы стоим сейчас, вот смотрим с учебного комплекса, с учебного комплекса, смотрим, вот там Тихий океан. А это вид на океан? на Тихий океан, да. И вид церкви сделан, он сам пастор, в виде корабля, да, в виде корабля сделал такой, крышу сделал, и с видом на океан, как будто корабль уходит в плавание, да. Вот это вот храм. Да, вот это храм, Вы будете видеть, друзья, в процессе нашей беседы, вот то, что Вы видите, а вот это, это как раз, вот этот храм, видите, потрясающе, это просто потрясающе, видите, вот как раз народ движется в храм. Вот это с правой стороны, это учебный комплекс, который рядом с церковью, там происходит всякого рода мероприятие, там и дети занимаются, там и учебные заведения разные у них. Потрясающе просто, удивительно. А вот это слева и справа многоэтажные эти, это ровные здания, это парковка. Парковки, это парковки. Которые машины как бы складывают в эти... Робот. Роботы складывают. Робот, ты загоняешь машину, робот поднимает ее на любой уровень, расталкивает по местам, по ячейкам, тебе дают номер, выходишь из церкви, нажимаешь на компьютере номер, и сам робот опускает тебе машину, ты только сел и уехал. То есть, уровень, конечно, высокий. Так вот, впечатляет... Друзья, я попрошу оператору, чтобы вы постоянно вот это... Пусть будет в процессе нашей беседы. Я говорю, откуда-то деньги, откуда-то пастырю. Что впечатлило не только меня, он вообще не говорил при строительстве, он не говорил о деньгах. Говорит, я учил благодати Господнюю. Ну а деньги? Люди начали носить деньги, то есть нести. Люди начали жертвовать. И жертвовать много. И что особо, то, что денег у них не было в церкви, то есть и люди небогатые. Некоторые из людей, в основном, наверное, в подавляющем большинстве, это не супермиллионеры. Средняя зарплата среднего корейца насчитывает до 2000 долларов в месяц. То есть это не 20, 30 или не 50. То есть уровень где-то такой, чуть ниже, чем в Америке у нас. Но тем не менее, они очень жертвенные. И говорит, я учил благодати Господней, я учил благодати, и люди обильно жертвовали. Им надо было набрать 50 миллионов, они набрали 54. Там уже пастыр кричит, хватит, хватит. Пастыр говорит, уже достаточно. Достаточно, а народ несет и благословляет. И когда мы увидели, что народ принес больше, они начали молиться, что же, Господи, с этими деньгами делать. И как раз продавали в центре этого города, рядом мы были, там продавался 16-этажный гостиница. И учитывая, что у них 1200 миссионеров церкви, очень много гостей, они взяли и купили за этих 4 или 5 или 6 миллионов долларов, купили эту гостиницу. И там наши, многие, в основном наших, многих останавливаются в этой гостинице. Многие из наших славян, которые посещают. Поэтому впечатляет жертвенность и посвящение народа, который видит проект, который знает, что это для Господа, который любит церковь, который уважает служителей. Второе, что впечатляет, это глубокое почитание служителей. И доверие. И доверие. Доверие. Совершенно верно. Например... Почитание, Юрий, это уже исходило из доверия. Совершенно верно. Потому что пасторы, я извиняюсь, перебью тебя, пастор был, они увидели с самого начала, что пастор не был, знаешь, к нему не прилипали финансы. Он до сих пор говорит, что деньги, денег у меня нет, это все церковное. Даже если квартира, в которой я живу, это церковное. Она принадлежит церкви, я не имею денег. Вот. Да, они благословляют. Он говорит, я не живу, я не живу бедно, да, меня благословляет церковь. Голодным меня не держит. Я благословен, да. Вот. Но что я хотел подметить? Когда народ увидел, что пастор настолько чист во всем, вот в этих вот всех моментах, что он не привязан к этому серебру, золоту, денег, много, 50 миллионов поступает в казну. Извини, там уже кто-то, может быть, подумать, что-то захотел бы. Они видели верность и посвященность и чистоту вот в этом плане. И народ начал просто нести, благословлять. И доверие было пасторю, да. После этого почтения. И одно из членских собраний, тоже нам делились, как происходили членские собрания, когда говорит, пастор, я выходил перед народ и говорил, так и так, у нас есть вот это, у нас есть вот такие деньги. Сто процентов стало народа, конкретно и сказала, пастор, мы тебе доверяем, что ты считаешь нужным для служения церкви делать, делай, ибо мы видим, что с тобой Господь. Я сравниваю это не в обиду, но к нашему стыду. Я сравниваю наши, зачастую, членские собрания. Вот. Но мы будем меняться, друзья, мы будем меняться. Будем меняться. Будем меняться. Мы должны меняться. В противном случае, в противном случае, такого успеха и масштаба и влияния, что имеют корейцы, нам не видать. Мы будем в рамках своих вот домов молитвенных, мы будем что-то делать, спасать себя. Господь благовлит ли к этому? Конечно. Господь благовлит к спасению всех. Но масштабного влияния, такого, как имеют братья корейцы, иметь не будем. Если у них на сегодняшний момент 1200 миссионеров, мы с тобой были на богослужении посвящения 5000 миссионеров. 5000 миссионеров. В начале года пастор, Бог дал ему видение, к концу года отправить 5000 миссионеров на миссионерские поля. 5000. Не 5, не 50, не 500. 5000. А ты еще заметил один момент. Пастор всегда с самого детства мечтал, с 6 лет он посвятил свою жизнь Господу, и с 6-летнего возраста он мечтал Господь. Я хочу молиться, чтобы вся корейца была спасена. Юрий, вот откуда все начинается. Когда и вот на протяжении 42 лет, или сколько он в служении находится, вот это вот это все, вот эта мечта красной нитью проходит по всей его жизни. Фокус не меняется. И как результат сегодня они молятся, чтобы Господь послал 5000 миссионеров. Не имеет значения, куда там они направляют. Китай, Северная Корея, Гонконг, куда бы там ни было. Но цель остается, миссионерская церковь, цель остается спасать людей, наполненный желанием спасать людей, нести благую весть, распространять Божие Слово. Ему уже 70 с чем-то лет. Он сидит, и только, я вот наблюдал, один момент, одно собрание, собрание, молитвенных собраний, это было в 5 часов утра, кстати. Но мы попали на молитву, и он сидел сзади нас. Хотя его место было как бы там, а он сзади нас там сидел. И я просто представил, знаешь, какую картину, что вот он сидит, вот сейчас, друзья, вы видите этот зал, вот он сидит, уже он как бы почти почтенным паром. 74, наверное, года. почтенный пастор остается с теми же самыми принципами, с тем же самым видением. Я представляю, вот он сидит, смотрит на весь зал, смотрит на пасторей, на молодежь, и просто, наверное, со слезами говорит, Господь, слава тебе. Ну нет, вот воплощение. Не совсем. Я же задал ему в частной беседе вопрос. Говорю, что дальше? Он говорит, Юрий, это начало. Это только начало. Нет, я не говорю, я не говорю о том, что он уже на лаврах почивает. просто, что он сидит вот сзади, сзади нас, и наслаждается вот этими плодами, то, что Господь сделал в его жизни. Это просто... На этой же молитве, которую нас в 4 подняли, или в 3.30 утра, заехали за нами служители и говорят, в 5 начала молитвы, мы приходим, полный зал народа. И пастор говорил на тему, я попросил, чтобы эту проповедь, другой пастор, тот пастор, который занимается на сегодняшний момент ежедневными делами, не наш пастор Пилдю, а второй пастор. Извините. Я попросил, чтобы проповедь дали на импакт, потрясающая проповедь на тему побиения камнями Стефана. Ты помнишь, тема была? Очень удивительная. Потрясающая тема. И вот, говорил он спокойно. Я думаю, что же будет дальше? Когда он призвал к молитве, ты помнишь, как рвануло. И стар, и млад рванул на сцену. Это было настолько впечатляюще. Наши братья, тоже исполненные Духом Святым, с поднятыми руками, те, которые с нами ездили, они молились горячо. То есть, громкая молитва. Юрий, в пять часов утра детвора, семь, восемь, шесть лет, сидят на сцене, есть этот кадр или нет, я не знаю, сидят на сцене, конспектируют проповедь пастора. Потом он закончил, и удивительно было, закончил проповедь, весь народ как ломанулся, ноги ломанулись вперед, на колени упали. Там такая молитва пошла, свет немножко притушили. Это говорит о том, что как бы, смотри, что это означало. Это означало, что теперь время для молитвы. Не то, что свет потушили там какие-то, как-то они там себя ведут по странам. Приглушили свет, люди начали молиться, молились, мы уехали немножко раньше, нас забрали, и люди молились, и что интересно, одни подходят, другие уходят, кому нужно на собрание уже ехать, они потихоньку встают, уходят, уезжают, другие приходят на их место, и у алтаря стоит такой благоговейный вопль, радостный вопль, по-разному назови, вопль Господу радости, нужды, посвящения. Это было так, так вот, я там находился, и находился, и вот я пережил особое присутствие. Особое присутствие, да. Это было особое прикосновение. Мне оттуда не хотелось уходить, мне хотелось там, ну нас почему-то забрали, ехать в другое место. Это было удивительно. Юрий, я еще хотел, смотри, что сказать. Один момент, мы ушли от него уже, я говорю, когда нас встречали. Смотри, когда, когда эти люди встречали, значит, встречаю тебя, да, вот, и заметил ты несколько диаконис, диаконы, диаконисы, несколько из них прям жаждали, у них была огромная жажда, они стояли в очереди, не к нам, а к пастору, который, координировал наше движение, они стояли в очереди, говорили, пастор, позволь нам, позволь нам, позволь, это, это не то, что там какие-то крутые бизнесмены подходили, слушай, там, знаешь, у меня там бизнес хорошо идет, ты знаешь, денег уже некуда девать, ну давай, я твоих этих, возьму там, похвалюсь, что у меня там, как мне дела там идут, но, это посвященные люди, они, они приходят, говорят, слушай, позволь мне послужить сегодня, позволь мне взять этих гостей и накормить их, заплатить там в ресторане за них, выставить им, как мы говорим, ресторан, хороший, не просто там, бургером накормить, хороший ресторан выставить, благословить этих людей, и они с радостью, мне очень запомнилась эта диакониса, там была, я забыл, как ее зовут, две нас встречала, одна, через которую тысячу человек уверовала, она, которая привела Господу тысячу человек, лицом к лицу, она работала, то есть миллион, я извиняю, миллион человек, одна лицом к лицу, это, вот так мы сидим, и она каждому свидетельствует, миллион, ей уже сколько там, я не знаю, их очень тяжело определять, по возрасту, наверное, 70, 70 с чем-то лет, 70 с чем-то лет, такая она, когда она рассказывает, она вся, вот такая, понимаете, она восхищена, она просто пронизана вся Господом, от нее энергия исходит, благословенная такая, чтобы нести Божье слово, другая диакониса, которая говорит, я хочу вам послужить, привезли нас в какой-то там ресторан, хороший такой, в горах, свежий воздух, и она стоит, вот это вот нам жарит, там что-то, и у нее просто потрясающее выражение лица, она же, она чуть ли не порхает, понимаешь, я удивился, насколько люди хотят служить, выкладывая свои финансы, там не смотрят, там сколько они платят, но они говорят, я хочу служить, служителям, помнишь, 10 лет назад мы были с тобой в Портленде, в одной из церквей, было такое, мне аж сильно вспоминать, а я хочу вспомнить, я хочу сравнить, это было давно, 10 лет назад, скажу, и мы служили, все как положено, вот, и даже по приглашению, пастырей церкви, то есть мы сами не напрашивались, и окончилось собрание, и пастырь выводит нас на парковку, говорит, братья, если вы хотите покушать, он Макдоналдс говорит, через дорогу Макдоналдс, вы там повернете за угол, там Макдоналдс, на самом деле, которые служат, и я знаю вы, друзья, служите благословляйте, есть среди нас такие люди, конечно же, но просто мы сейчас делимся, поездкой, несомненно, не сочтите это укором каким-то, хотя для некоторых, это хорошие уроки, дело в том, что, Алекс, дело в том, что, если мы научены, из ничтожного, писание говорит, извлекать драгоценку, так тем более, из такого, мы должны, взирая не на кончину, взирая на служение, подражайте и вере, и служению, и молитве, то есть это нормально, и естественно для нас, все-таки выходить на уровень служения ближнему, чуть-чуть лучшего качества, не чуть-чуть, Юрий, ну, надо ходить, хорошо выходить, говорят американская действительность, везде, где я нахожусь, говорят американская, ты знаешь, вот мы возвращались с тобой, и обратно, и мы приняли решение с тобой, не то, что мы по-другому как-то делали, не то, что мы делали, ну, скажем, небрежно, но тем не менее, я принял решение гостей принимать соответственно, то есть, не смотреть на лица, не смотреть на положение, не смотреть на состояние, и на материальное обеспечение человека, но смотреть как на личность, за которой Христос умер, точно так, как и за меня, смотреть как на сослужителя, в любых форматах, в любых формах, которые человек несет, смотреть на это, и принимать соответственно, да, одно дело, когда мы иди, говорим, иди, брат, грейся и питайся, и 100 долларов дали ему, потому что, видите ли, много ходоков, слушай, я поразился, не уменьшается поток и туристов, и тех, которые, паломников, хотят посмотреть на так называемое корейское экономическое чудо, и не иссякает желание у корейцев служить, мы посетили с тобой также церковь Йонгичо в Сеуле, там сотни тысяч, там миллионы проходят христиан, поражаются тому, что Бог делает через также пастор Йонгичо, и это, и не убывают у них энергии, не убывает и не истощается желание служить, они с удовольствием встречаются, они с удовольствием служат, они, кстати, подарок, сейчас камера перейдет на тебя, я принесу тот подарок, который вы получили, обязательно. Хорошо. Поэтому, друзья, на поставленный мой вопрос, и по-моему, вы будете видеть программу мою с пастором, которую мы записывали как раз в Корее, на поставленный вопрос секрет успеха, говорит, три составляющих. Молитва, думаю, сейчас второй скажет деньги, а он второй говорит молитва, ну, третий скажет хорошая команда, а третий он говорит молитва. То есть, три составляющих, молитва, молитва и молитва. Ну, как молитва, все же мы молимся, ну, кто не молится, с христиан, но там есть что-то другое в молитве. Вот есть что-то такое, что сердцу Бога нравится. И когда это нравится сердцу Бога, то, что они ночные молитвы проводят не раз в месяц, не раз в год перед Новым годом надо осветиться. Это ежедневно на протяжении десятилетий. И видно, не видно, а Богу нравится это. И Бог благоволит к этому. И Бог вознаграждает. То есть, молитва – это успех невидимый. Мы обретаем и мы завоевываем территории, приобретаем неверующих людей, наступаем на вражеские силы, строим проекты, дома строим. Ох, спасибо, спасибо, спасибо. Мы делаем это на невидимом фронте. Молитва – это невидимый фронт. Но Бог вознаграждает это видимым образом. То есть, молитва, молитва и молитва. Когда они говорят о молитве, И я очень четко подметил, когда он говорил за молитву, это молитва, это не просто прийти и высказать Господу массу своих нужд. нужд. О, Господь, у меня нужда в этом, о, Господь, помилуй, о, Господь, денег нет, о, Господь, выйди, о, Господь, исцели. Оно имеет место. Но когда они собираются конкретно для молитвы, я думаю, вот это нужно всем нам понять. Есть разные молитвы. Написано, совершайте молитву, во-первых, да-да-да-да-да. И вот когда они собираются, у них сердце наполнено болью, состраданием, любовью к погибающему миру, мне кажется, вот это то, что Богу очень нравится, когда наше сердце не просто для себя, мы всегда о, Господь, исцели, о, Господь, помилуй, Господь, спаси сына, о, Господь, дом надо, Господь, машин не хватает или еще чего-то. Нет. Когда твое сердце наполнено жаждой спасать, молиться, приобретать для Царства Божьих людей, вот где весь секрет, друзья, реагировать по-другому, тогда Господь начинает и твои нужды усматривать, твои нужды начинает усматривать и благословлять твои стороны жизни, которые тебе нужны, там, их решить. Господь начинает обращать на твои, но первое, это спасение людей. Что это, Юрий, у нас? Ну, что это у нас? Скажу, что, значит, в церкви Йодгичо, каждый член церкви, который в году 365 раз посетил утреннее молитвенное собрание на 5 часов и не пропустил ни одного раза, то есть, год насчитывает 365 дней, и вот, если ты, как член церкви, не пропустил ни одного дня в 5 часов утра, в году, ни одного молитвенного дня, тебе делают вот такой подарок. Подарок. Я не знаю, видно или нет? Видно, видно. Ты не поднимай, вот как раз сейчас хорошо видно. Окей, часы. Это, это макет церкви Йодгичо, макет здания. 12 тысяч сидящих мест насчитывает. Основной зал насчитывает 12 тысяч сидящих мест. Это, ну, точная копия, только в масштабах один, наверное, к миллиону, если сравнивать. А это часы. Они красиво бьют, они играют, гимн так же. Вы видите, часы, это крес. То есть... А ну-ка, переверни вот так, вот с крыши, с крыши так сделай. Вот так вот? Да, вот так переверни, переверни еще сильнее. Вот это, вот это, вот это зал. Вот это зал, да, здесь основной зал. Здесь в основном люди сидят, здесь уже лестницы, там, всякие офисы, да. А здесь огромные корпуса, за этой церковью, здесь нет этого макета, за этой церковью огромные корпуса административные, учебные и прочее, прочее. Что интересно, что когда корейцы строят молитвенные дома, они строят комплекс. У них просто нет, четыре стены и все. Они делают административный, обязательно отдельно комплекс, этот центр. Они делают образовательный центр. Рядом они строят гостиницы, готели. То есть там целый, целый конгломерат. То есть это не какой-то маленький, вот как у нас на Украине. Второе, там нет деревянных строений. Все из стекла и бетона. То есть, например, одно стекло, вот которое, если вы видели, друзья, показывали, вот этих их центров, одно стекло стоит 500 долларов. Вот за стеклянное, стеклянное, такое затемненное. Затемленное, оно стоит 500 долларов. Таких надо десятки тысяч на всех. И вот умножьте, какие деньги. да. И, кстати, вот эти небоскребы вокруг, это жилые, в основном, 80 или 90 процентов, это там, где живут люди. Мы еще остановимся, как мы посетили в небоскребе на 63 этаже квартиру одного брата, корейца во Христе. Но что интересно, что, когда в 83-85 годах был сильный обвал экономики в Корее. И это место было совершенно пустое. Видите, это ракурс из храма, из здания церкви. Из административного. Административного, да. Образовательного. Образовательного, да. И это пустырь был, вокруг был полностью пустырь. Вот представьте себе, ни зданий, ничего не было. И Бог дал видение пастырю, значит, строить церковь. Вокруг ничего не было. Совершенно. Это пустыня. Это была пустыня. Этот город насчитывает на сегодняшний момент 4 миллиона жителей. На то время он был значительно меньше. И такой маленький городишко был. И вот, когда они приобрели эту землю и начали строить этот храм, начало массово стекаться вокруг... Начали строители приезжать и начали... Начали строить, увидели, что что-то необыкновенного есть у этого народа, у этой церкви. И вокруг начали воздвигать бизнеса. Смотрите, какой центр образовался. Вот что делает влияние народа Божьего. Вот что влияние церкви. Новозаветная церковь. Это новозаветная церковь. Вот что делает влияние. Там целое движение. Видите, это ракурс сверху. Некогда, некогда буддийская страна. Буддийская. Абсолютно буддийская страна. Сегодня я вот смотрел статистику на 2003 год. На 2003 год статистика была. Сейчас на 2014. Это 2003 год. 2003 год, да. Статистика такова. 29 почти процентов. Сейчас уже, наверное, все 30 или 40 процентов это христиане. Нет, чуть-чуть не так. Значит, на 2013 год есть статистика. Если на 2013 год, да. 35 процентов протестантов, 10 процентов католиков, 51 процентов буддистов. То есть... Сколько? 51 процентов буддистов. 51 процентов. То есть, население Кореи, Южной Кореи, насчитывает 50 миллионов. Чуть больше, чем Украина. Да, да, да. Украине с всеми этими последними событиями 43 миллиона. Корея насчитывает 50 миллионов. Так вот, христиан пополам. Рожденных свыше христиан, рожденных свыше христиан, свыше 20 миллионов. Это огромный показатель. Это огромный показатель. И этот процесс пошел, пробуждение народа пошел с 90-х годов. Да. Когда пастыря нам рассказывали, когда они возопили к Богу, после того, как кончилась война, Корейская война в 1953 году, полная разруха. Когда пастырь начинал служение, зарплата его была 5 долларов в месяц. Позавчера была проповедь. И как раз мы находились с женой в студии, и была проповедь пастыря. И я думаю, интересно, о чем будет сегодня его проповедь. И он рассказывал, как Бог проводил его. И тема была верность в служении Богу. 5 долларов, Алекс, 5 долларов в месяц зарплаты. И ему предложили 25 долларов на другом месте. В другом месте, там, где проповеду, евангелистам наняли. Вот. И потом тот пастырь, который его принял на работу, говорит, мы передумали, тебе не будет, то есть, той должности тебе не будет. и говорит, я уже обрадовался, что мне будет 25 долларов в месяц. Из 5. Есть разница. 20 долларов разница. Да. А он мне говорит, нет, мы тебе зарплату не дадим. И говорит, моя реакция была, Господи, слава тебе. Мне 5 долларов достаточно будет, главное служить тебе. Не важно, что мне отказали, не важно, что меня не приняли евангелистам, но я останусь верным тебе с 5 долларами. То есть, и это говорит о том, смотри, и вот, когда они приняли вызов, общество, вызов, церковь приняла вызов, 30 лет назад, вызов, молитвами поднять Корею на уровень, поднять колену, то есть, с экономического коллапса, Корею поднять, поднять, и они вопияли к Богу день и ночь. Господи, подними Корею, Боже, спаси Корею. Буддизм, это то, что приведет Корею еще ниже, опустит Корею. Господи, твоей благодатью подними Корею. И Бог начал, и Богу видно, действительно, это очень понравилось, Бог начал благоволить к этому. На сегодняшний момент свыше 20 миллионов такого количества протестантов, за исключение Америки, но в Америке, извини меня, в Америке 300 миллионов этих проживающих. Поэтому феномен, во-первых, Корея имеет феномен экономический и феномен духовный, христианский. Юрий, феномен духовный, смотри, я думаю, это не думаю, это так оно и есть, конечно. Феномен духовный, почему, в чем он заключается? Пастыри начали мыслить глобально. Знаешь, пастыр не мыслил, сидя в своей церквушке, что... Починить крышу, которая течет. Которая течет. Или вот это мое государство, вот это мои здесь 25 членов, и вот он такой глобальный, вот все это его территория. Но глобальное мышление было. Страна, Господь, подними страну, подними страну, Господь. Он не думал вот этим вот своим поселочным, там, местечковым мышлением. Он размышлял, Господь, дай мне страну, дай мне, я хочу страну, я хочу, чтобы все корейцы покались, чтобы вся Южная Корея обратилась к тебе. Глобальное мышление. И когда Господь видел вот именно вот это, вот глобальное видение, которое вкладывало в них, и, знаешь, можно, можно мечтать о глобальном служении, но когда это просто на уровне твоих эмоций, на уровне того, что там, знаешь, твоих каких-то, ну, знаешь, там, у того получается, может, у меня получится. Что, я хуже того, что ли, этого пастора? Если у него там немножко получается, что я хуже? И вот эти, вот эти вот, знаешь, принципы, да, не принципы, скажем, как вот эти вот... Соперничество. Вот это соперничество и движение, мотивация, мотивация твоя. Если вот она вот на таком уровне, то Господь не может тебе доверить большое... Ты не можешь глобально, ты можешь глобально думать, но ты никогда видения не примешь глобального. Но когда ты посвящен Господу, и ты говоришь, Господь, это все для тебя, для твоего царства, мне все равно, что там какие-то союзы организовываются, мне там... Он не мыслит категориями союза, потому что у кого-то там должно быть больше, потому что у того столько, а я хочу, чтобы у меня в моем союзе еще больше было, там, знаешь, и какое-то соперничество, вот эта возня, понимаешь, начинается. А когда ты размышляешь, Господь, я хочу глобально, меня вообще не интересуют эти вот... Это все на своем месте, союзы там или еще что-то. Меня это не интересует. Господь, больше душ для твоего царства, больше душ вырвать из буддизма и привести их в твое царство. Царство, которое изменяет, царство, которое разрушает все, все замыслы дьявола, разрушает Господь, мы к тебе. И вот пастырь как раз на этом стоял с самого детства и говорил, Господь, все для тебя, все эти люди для тебя. Корея будет спасена для тебя. Глобальное мышление. И Господь благословлял. По сути сам, в 90-х годах, когда Корея только поднималась с колен, они отправили на постсоветское пространство свыше 20 тысяч миссионеров. Я же помню, прекрасно помню, откуда много столько корейцев. Мы удивлялись, я помню, Украина, Россия, когда мы, 93-е годы, 4-е, 5-е, сколько много были послужения. Везде корейцы. Сейчас чуть меньше, потому что они очень активно начали работать на Китай. Сегодня, кстати, пастырь улетел, да, Калькута в Индии проповедуют, потом Индонезия. Они активно работают в Японии. Очень активно работают в Японии также. Сейчас в Китае. Сейчас в Китае, да. И поэтому, смотри, 20 тысяч, то есть, казалось бы, ну, какая-то Россия. Да у вас своих проблем мало. Да у вас своих сколько надо. Но они, как ты говоришь, они более широко, они мыслили. Они в поле своего зрения, будем говорить, в поле своего служения, они включали другие территории, они включали другие этнические группы. Не просто, вот мы славяне, вот мы славяне. И попадет какой-то американец к нам в церковь, и вот мы уже старше, нам уже по 80, и мы с таким вот на него смотрим, а ну-ка он пришел сюда, нам принести какую-то чужую религию. То есть, бывают такие вот моменты, когда мы с недовольством смотрим, что это американец к нам пожаловал. Я говорю из истории. То есть, но если мы будем включать в боль нашего сердца о погибающем мире, мы будем включать не только вот себя, своих детей, мы будем более широко смотреть. Вот почему, по большому счету, Бог и благоволит к импакту, благоволит к служению, потому что мы хотим включить в зону влияния, мы хотим включить всех без исключения. Всех без исключения. Пять минут назад, до эфира, мне позвонили. Мне позвонили в Руанде, активно ждут телевидение импакта. Активно. Просто просят. То есть, там уже идут, пошел процесс договоров. То есть, и мы начинаем молиться, ты знаешь, о чем я говорю. Мы начинаем молиться, Господи, если тебе угодно, если ты хочешь использовать, употреблять это служение до края земли, да будет так. И Господу нравится вот посвященное, преданное. И по большому счету, Алекс, я перечеркнул мировоззрение наше и мнение о том, что это корейцы. Это корейцы. Потому что раньше приезжали вот наши братья. Я говорю, ну как? О, ну это корейцы, Юра. Ты еще не был? Я говорю, нет. Ну это корейцы. Второй приезжает в Сеаттл. Я говорю, брат где был? В Корее. Ну что там? О, ну это корейцы. Корейцы, корейцы. Оправдание. Это совершенно верно. Это оправдание. Это перед нами. Юрий, кто мешает встать? Кто мешает нам, друзья? Кто нам мешает встать в пять часов утра? Что, они меньше нас работают? Наверное, лень. Подожди, что они меньше нас работают? Нет, конечно. Они все как пчелы. Пчелки, да. Как пчелы, жужжат там, что-то движутся. Они еще такие, некоторые из них невысокого роста, такие как шустрые, такие движутся там. Работают по-страшному. В пять часов утра они на молитве сидят. Да, вот я сегодня говорю некоторым друзьям, знаете что, хорошая идея в пять часов утра вставать и молиться. Кто-то говорит, слушай, это хорошая идея по понедельникам. Закончилась, новая неделя начинается. В понедельник встать в пять часов. Почему? Потому что, особенно у бизнесменов, в семь, в восемь, это уже все, это начались звонки. Звонки, там, приедь сюда, сделай это, там, давай опотни, там. Это, это, в пять часов тебя никто не будет трогать. Возьми, посвяти свою, свою жизнь, свое сердце, посвяти свои желания, Господь. Все, в пять часов. Значит, я не думаю, что это продумано, в пять часов вставать, да, надо встать, да, надо проснуться, да, надо сесть на машину, да, надо поехать собраться, да, надо постоять на коленях, может быть стоя, может быть лежа, как угодно, но ищи Господа, начинай искать Господа, начинай посвящать свою жизнь Господу, и тогда результаты приходят, тогда Господь будет отвечать на молитвы, И не просто приехать, да, поплакать перед Господом Господь, вот опять мои проблемы. Поставь цель перед Господом Господь, чем я могу быть полезен. Господь, употреби меня, проговори в мою жизнь, поведи меня. Господь, открой, расширь мои масштабы, моего мышления. Вы знаете, недавно мы сидели, рассуждали, когда мы собираемся, друзья вот между собой, да, все такое заезженное, Юрий, такое заезженное. Мы уже почти знаем, кто еще расскажет. Мы уже знаем, у кого какие проблемы. Кто о чем сейчас начнет, что-то рассказывает. О каких своих мелких земных вещичках начнет рассказывать. И пустое время проходит. Возьми, вырвись из этой территории, вообще. Возьми, вырвись из этого всего и начни предоставлять себя Господу Господе. Что повелишь мне делать? Благослови меня, чтобы моя оставшаяся жизнь, она была благословением, благоуханием для людей, которые вокруг меня. И начинай прислушиваться голосу Господа, Духа Святого. И начинай делать. Если ты услышал, что Он тебе сказал сегодня на работе твоей, где ты работаешь, засвидетельствуй кому-то, просто подай чашку кофе, возьми, заедь, купи чашку кофе, принеси и скажи, вот тебе, будь благословен. Или скажи какое-то слово. Начинай с чего-то маленького. Или возьми там, не знаю, какие-то маленькие вещи начинай делать. И Бог начнет потихоньку, потихоньку с тобой работать. Потом расширится понимание Господа. Видение откроется на евангелизацию. Где ты можешь быть полезным? А может, ты до того закрылся в своем сердце со своими финансами. И ты до того их так держишь. Я понимаю, что очень правильно быть экономным и не тратить деньги, как и попало. Начинай открывать свое сердце на миссионерские проекты. И Господь будет говорить, куда их направлять. Начинай любить, в конце концов, исполняться любовью. Позволяй Господу приходить любовью в твою жизнь. И что твое сердце начнет гореть любовью к погибающему миру. Вот я себя недавно на мысли поймал, Юрий. Мы порой так черствы бываем. Вокруг нас столько людей. Мы проезжаем. Мы можем даже где-то какого-то увидеть, как-то о нем плохо подумать. Вот какой-то такой. А почему бы не посмотреть? Иногда бывают моменты, когда ты увидишь человека и говоришь, Господь благослови его. Что-то особое приходит. Молишься за него. А иной ты закрыт. Ты черств, понимаешь? И это свойственно сегодня современному христианству. Поэтому предоставим Господу, чтобы Бог наполнил тебя любовью. Кстати, если мне дадут письмо, которое по возвращению из Кореи. Я получил одно письмо. Я, по-моему, делился с тобой. Если вы мне принесете, я вам буду благодарен. Которое растрогало сердце Господа. Просто растрогало сердце Господа. Я думаю, сейчас... Господу скорбно было, когда я вслух прочитал это письмо. Я отвечаю за слова. Серьезно, было скорбно. Алекс, ну здорово. Мы тебя тоже благословляем. Алекс Блинов. Вот, с Колорадо. Ты встанул мне на телефон, говорит, смотрю им так. Дело в том, что мы обещали чуть-чуть приоткрыть разницу между структурой управления между нашим служением и славянским. И то, что делают диакона, просветирая и постаряя в Корее. Ой, ой. Это целая тема для другого раза. А, это очень интересно. Друзья, знаете что? Я не успею прочитать письмо. А вот есть письмо. Отчего воскорбило сердце Господа. Ну да, тогда я возьму письмо. Сколько там? Ага, спасибо, да. Мир вам. Хочу уведомить вас, что в связи с покупкой молитвенного дома спонсорство с вами прекращается. Не называя ни фамилии, ничего. Я когда прочитал, и я почувствовал, как воскорбило сердце Господа. Что, что, друзья. Можно покупать молитвенные дома, можно все приобретать. Не экономьте на евангелизации. Сохрани Господь. Не можете 20 жертвовать, не говорите прекращается, начни 10. 10 не можешь, доллар. Богу это будет нравиться. Поэтому, Алекс, мы обязательно будем иметь еще одну программу. Какое служение диаконов в Корейской Церкви? О, диаконов и пресс-фитеров. И пресс-фитеров. Да, мы как раз как раз озвучили это, но не говорили. Но это... Уникально. Ой, как здорово, Юрий. Я думаю, что нам есть чему поучиться. И нам, и братьям, и все. Мы начали некоторые совместные проекты с корейцами в ближайшее время. Господь. Мы будем об этом говорить. Друзья, стойте рядом с нами. Молитесь о нас. Любите Господа. Посвятите себя служению Богу. Алекс, не знаю, куда мы уйдем. Аминь. Уходим, да? Ну, уходим. Друзья, благословляем вас. Пусть Бог благословит и употребляет вас для Его славы. Аминь. Будьте благословлены. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!